Эй, собственно, привет! Это Дава Дыма и вы меня, собственно, все уже знаете. Сегодня у нас на обзоре будет табак под названием Вектор и идет он вот в таких вот конвертах. Стремно, не спорю. Давайте, собственно, поговорим про этот табак. С этим табаком я познакомился довольно-таки очень давно. Но еще, наверное, где-то полтора либо год назад он начал продаваться впервые на Севасе вот эти вот пакетики. Тогда этот продукт был полным данищем. Просто хуевый максимально продукт. Мне люди про него писали, я его попробовал. Курить было невозможно и я всех отговаривал. Недавно ко мне приезжала партия тоже на обзор Вектора. Я снял на него обзор, после этого скурил весь табак и понял, что обзор я нечаянно удалил и попросил привезти мне заново. Охуенная бизнес-идея, как зарабатывать хуево тучу табака. Охуенная бизнес-идея, как зарабатывать хуево тучу табака. Собственно, давайте сейчас разберем, что это за табак. Первоначально, давайте, я всегда забываю сразу называть цену продукта. За 200 грамм 1300 рублей. Не знаю, сами решайте, дорого или недорого, но про продукты сейчас расскажу, как есть. Так вот, по упаковке это стремняк дикий. Вот дико-стремная упаковка. Вот этот вот конверт, он даже как бы, ну, не то чтобы крафтовый, да, блядь, как любят сейчас делать. Тут даже написано, парт-пост, то есть это обычные покупные конверты, уже готовые. Печати они делают сами. Это все делают они сами и так далее, да. А что нас ждет внутри пакета? Вот вы открываете конверт, и внутри нас ждет вот такой вот классический пакет, герметично запечатанная, очень большая строчка. Сырье, то есть сам табачный, то есть сам табак. Выглядит он не очень симпатично, потому что сразу видно, что это обычный продукт, обычный лист, который перемололи, залили сиропами, ароматизатором и всем остальным. То есть также этот табачный лист, он на медовой основе, да, как бы когда-то было популярно, и сейчас выходит очень много продуктов тоже на медовой основе. И, ну, я читал просто про мед, и при нагревании выше 60 градусов, то есть выделяются сахариды, а сахариды не очень полезные для организма. Не знаю, здесь натуральный мед или ненатуральный мед, как бы мне непонятно, но курица, он достаточно хорошо, причем вкусы тоже достаточно хорошие. Конечно, во вкусах есть провалы, но в любом продукте есть прям максимально провальные вкусы. А сейчас я курю личи. То есть, да, личи это, наверное, самый сложный вкус на рынке, который, чтобы он как-то угодил людям. Табак довольно дымный, очень легко прогревается, немного страдает перегревом. Я общался с производителем, говорю, слушай, блядь, твой продукт, блядь, ну, немного горит, нахуй. Больше четырех углей ложишь, то есть четыре угля ложишь, начинает гореть. Он говорит, странно, у нас, типа, нихуя не горит. Я говорю, ну, блядь, смотри сам. Что касается вкуса личи, раз мы будем про него говорить, да, то личи у них не очень круто получился. Ну, вот, я не знаю, я ищу реально в поисках охуенного личи, и пока ни у кого на личи не нарвался. Базилик. Базилик крутой, травянистая тема, она всегда крутая, и сейчас многим людям заходит, заходит именно травянистая тема. Fire 3 это пихта. Вроде пихта, да, пихта, какой-то вкус, и, блядь, как вам описать? Короче, травянистый тоже, травянистая, спец какой-то такой вкус непонятный. Тангор это мандарин. Я просто, когда, блядь, мне говорят, да, мы там тебе передали мандарин, я всегда, сука, вспоминаю мандарин от Дегастра. Это просто, блядь, запах, когда ты идешь по городу летом, впереди тебя идет бомж, который обосрался неделю назад, и от него вот воняет высохшим говном. То есть, мандарин от Гастра был примерно таким же. Здесь, конечно же, он более-менее нормальный такой, мандариново-сладкий, даже, сказал бы, танжериновый такой. Курить можно, но мандарин, мне кажется, вообще крайне неликвидный вкус, и его мало кто прокуривает. Тамарис всем известный, и тема, что такое тамарис и все остальное. Тоже интересный вкус, но тоже крайне на любителя. В принципе, показал он себя с хорошей стороны, потому что прошлую партию, которую мне привозили на обзор, я выкурил, в принципе, все. Ну вот, я немного попиздел с вами на трех углях, и я чувствую уже такой хорошенький перегревчик. Поэтому надо один скинуть. По дымности, как я и говорил, хороший, по передаче ароматики тоже круто, но табак слишком мокрый. В нем реально переизбыток сиропа. Он очень сильно текет по чашке, и когда ты поднимаешь чашку, прямо вытекает, знаете, как вот женщина, когда у нее просто менструация льется ведрами. То есть, вот она прокладку сняла, и у нее потекло, нахуй, по ногам. С этим табаком так же. Я бы назвал его табак менструальный, блядь. Вот так вот, нахуй, здорово придумано. Что еще? Как я и говорил, ароматика довольно-таки прикольно передается. По жаростойкости, я сказал, так как он, собственно, теряет свою ароматику, в принципе, нормально. То есть, не слишком быстро и не охуенно долго. То есть, середина курения в чистом виде довольно-таки хорошо держится по вкусу, но потом она очень резко обрывается. То есть, нет того, что вкус идет на убыль. Он просто обрывается. Ну и, собственно, что и стоило доказать в плане того, что продукт все-таки еще немного не доведен до ума и до конца не закончен. И чтобы это был прям совершенный продукт, который бы спокойно крутился на рынке и вызывал бы меньше всего негативных таких отзывов о этом продукте. По химозности она есть, но ее немного. То есть, если ее курить как бы просто не заморачиваешь, то ты ее, собственно, не почувствуешь. То есть, ты куришь, просто наслаждаешься вкусом и все. А есть табаки, когда ты куришь, ты просто понимаешь, что вот здесь тебя просто ебашит, просто химия. Как будто в тебя, блядь, заливают что-то с пробирок. Здесь такого нет. Здесь все гладко, приятно, спокойно, интересно. Насчет того, что я его сейчас расхваливаю, это больше, наверное, субъективно, потому что он мне очень понравился. Он легенький, средний, такой чуть-чуть выше среднего, ну средний. Вот прям серединочка, которую можно курить спокойно и не напрягаясь. Что касается упаковки, она крайне неудобная. В ней очень много сиропа, я еще раз повторюсь. Каких-то таких, вау, впечатлений о табаке нету. Потому что, мне кажется, я так дохуя всего перекурил, что, блядь, меня сейчас просто сложно удивить чем-то. Чтобы я сказал бы, бля, охуенно. Вот, блядь, сука, мамой клянусь, охуенно. Такого сейчас на рынке, в принципе, нету. Что еще? Цена, цена, в принципе, нормальная. Но, с одной стороны, 200 грамм, 1300, это разделить примерно на 4, на 4, ну, в принципе, 250 выходит чуть-чуть дороже. Чуть-чуть, намного, как бы, блядь. Короче, сука, с математикой все крайне хуево, особенно сейчас, когда голова, в принципе, вообще не варит. Покупать, не покупать, советовать вам не буду. Лучше просто придите, покурите его где-нибудь, у кого он есть, и поймите, нужен он вам или не нужен. Потому что из-за большого рынка табака, который есть сейчас, предоставлен в России, то есть все в кальянную не поставишь. Есть какой-то определенный топ-5 табаков, продуктов, да, которые во всех кальяных есть. И чтобы вы поставили его шестым, вам лучше попробовать его покурить самим. Мне лично он понравился. Вау-эффекта в нем нет. Что еще? На моей чашечке он курица охуенно. Поэтому, собственно, это у нас табак Вектор, а ребятам из Вектора я все-таки посоветую. Ребят, сделайте либо баночки, либо более презентабельную упаковочку. Да, это круто, типа лофт и все, ой, типа крафт и все остальное. Но если хотите примерно перенять крафтовую упаковку, то переймите ее лучше у табака Сатира. Они делают прикольно. Хоть и пакеты какие-то, но они были прикольные. Поэтому вот эти конверты лучше убирайте вообще. Поэтому всем пока, всем спасибо. Это Дава Дым, это табак Вектор. 1300 рублей за 200 грамм табака. Продолжение следует...